Всем большой привет, дорогие подписчики! В сегодняшнем видео расскажем о пяти женщинах Андрея Малахова, которых он не взял в жены. Тайны личной жизни телеведущего. Андрей Малахов – один из самых скандальных ведущих на отечественном телевидении. Однако это не мешает ему быть образцовым мужем и примерным отцом. Больше десяти лет популярной телеведущей «Счастлив» в браке с Натальей Шкулевой воспитывает сына Александра. Кстати, о личной жизни не говорит, счастье любит тишину, чтобы вокруг не говорили. Удивительно, но у Андрея Малахова есть определенный типаж женщин, к которым он до свадьбы питал особую слабость. Стройные и миниатюрные блондинки с широкими и искренними улыбками. Правда, старше по возрасту. Наталья Шкулева тоже подходит под эти параметры. Кроме возраста. С кем встречался Андрей Малахов до свадьбы и почему ничего не получилось. Студенческая любовь и оперная певица из Швеции. Это давно забытая история, которая приключилась с Андреем еще в студенчестве. Бурный роман с иностранкой плавно перетек в семилетний гражданский брак. Вот только до свадьбы дело не дошло, влюбленных рассорил географический вопрос и собственные амбиции. Итак, первые серьезные отношения у телеведущего случились с шведкой по имени Лиза, которая была на 13 лет старше и занималась оперным пением. Яркая и неординарная натура, поэтому студент МГУ Андрей влюбился без памяти. Вскоре влюбленные съехались и даже заговаривали о свадьбе. Вот только Лиза планировала строить свою карьеру на родине в Стокгольме, а Андрей не собирался эмигрировать из России. Итог печален, семи лет отношений и разрыв оказался неизбежностью. Лиза вернулась в Швецию, а через несколько лет выбросилась из окна. Малахов к тому времени пребывал на пике популярности, но тяжело переживал уход из жизни экс-возлюбленной. Богатая и самодостаточная. Эффектная блондинка Марина Кузьмина тоже была старше Андрея. О ее богатствах ходили легенды. Поговаривали, что именно она в начале нулевых помогла начинающему телеведущему решить квартирный вопрос. К тому же, женщина задаривала Малахова богатыми подарками и ни в чем не отказывала. Эти отношения длились два года. Вот только представьте, Марина вдруг неожиданно перестала выходить на связь. Светская львица уехала отдыхать в Турцию, где быстро нашла замену Малахову. Как сама позднее призналась, она попросту устала от тусовок и медийности, вспомнила о своем прямом предназначении — материнстве. Многодетная мать. Когда Андрей Малахов познакомился со светской львицей и многодетной мамой Маргаритой Буряк. Никто и подумать не мог, что это знакомство закончится бурным романом и громким скандалом. Изначально в тусовке полагали, что телеведущий налаживает мосты с будущей тещей и приударил за 16-летней дочерью Маргариты Буряк. Правда, открылась позднее. Маргарита Буряк не только была намного старше Андрея Малахова, но и замужем за миллионером. Тем не менее, это не помешало ей оставить супруга и провести с телеведущим новогоднюю ночь. Когда об этом узнали журналисты, скандала избежать не удалось. Видимо, любовь быстро прошла, и Маргарита Буряк по-тихому вернулась к законному супругу-миллионеру. Журналисты приписывали Андрею Малахову мимолетные романы с красавицей Еленой Кориковой, актрисой из сериала «Бедная Настя», Анной Седоковой из группы «Виагра», а также дизайнером Еленой Ермак. Но, судя по всему, ничего серьезного. Пару совместных фото и догадки. О всех своих отношениях Малахов написал в книге «Мои любимые блондинки». Но это все в прошлом. Сегодня телеведущий в браке с Натальей, дочерью Виктора Шкулева, воспитывает сына Сашу, которого старается держать подальше от светской жизни. Что бы ни говорили, семьянин он отменный. Андрей Малахов и Наталья вместе уже больше 10 лет. Они познакомились в 2009-м в коридорах издательского дома. Тогда телеведущий только что стал главным редактором журнала «Стархит», а Наталья уже давно была одной из ключевых фигур компании. А уже через два года сыграли свадьбу в Париже. В 2017 году у них родился сын Александр. На протяжении всех этих лет о паре постоянно ходят различные слухи, что они не живут вместе, что брак фиктивный или гостевой, что они разводятся. Супруги это опровергают. Журналисты пишут, что они развелись, как вдруг они вместе появляются на светских мероприятиях. Умный, скромный, скрометный, успешный, Малахов Андрей не дает поводов для слухов. Дай бог Андрею и его близким счастья, любви на долгие годы жизни. На сегодня все. Спасибо, что вы с нами. Не забудьте подписаться на наш канал «Реальные истории». Поддержите видео лайком. Всем пока.